всем привет дорогие друзья привет из канады сегодня возьму вас на обложку наш канадский плашиный рынок ну вернее это такой антикварный магазин плашиный рынок который на который мы наткнулись по дороге мы поехали кататься по окрестностям и по дороге я увидела прямо на обочине значит было написано антик магазины в общем мы зашли туда потом оказалось что во дворе там еще продаются продается много всего просто такие знаете лотки разложены прямо как бложка в общем-то магазин выглядел довольно интересно если учесть что это был двухэтажный магазин и там было очень-очень много всего но на самом деле все вот такое вот знаете всего много на все какой-то никакой дурацкой но не то что дурацкая но в общем антиквариатом это назвать было сложно хотя там в принципе действительно были такие старые вещи но цены вообще конечно вот вы помните я вам показывала то что я купила в америке в подобного рода магазине то у нас канаде это просто какие-то ну совершенно безумные цены которые вообще не понимаю с какого бодуна они их ставят ну вот лампа например под тиффани сделанная безумно дорого стоящие 200 что-то такое с чем-то ну в общем это пластик даже это не стекло потому что тиффани это в принципе стеклянные лампы это под тиффани тиффани бы наверно стоило тысячу долларов но всякие фотки под старину а вот чашки с блюдцем тоже знаете ли такая пара чашка с блюдцем стоит 45 долларов вот в секунде можно купить такую ну за три ну за 5 долларов такую пару может быть не точно такую но вот подобного типа что-то но в принципе походить посмотреть поковыряться вот сумочки я нашла вот это вот например черная с вышивкой но такая точная прям кита кита я видела их наших секундах вот это белая посимпатичнее такая интересная необычная мне было интересно сколько она стоит на белая цену не нашла а вот это вот вторая черная сумочка стоила 28 долларов в секунде я покупаю такие у нас за 6 за 9 вот что-то такое ну в общем вы понимаете да то есть магазин чисто конкретно рассчитан на туристов швейная машинка зингерса какие-то сумасшедшие 600 чем-то долларов у нас минске когда-то в чулане такая стояла даже интереснее она была у него такая деревянный деревянный столик с ножками с такими красивыми чугунными ажурными и сверху стояла швейная машинка зингер мы конечно выбросили давным-давно напрасно надо было привезти в канаду и продать здесь за 600 долларов я шучу конечно посуда всякая ну в общем просто знаете ради интереса я честно говоря искала украшения но украшения таки не было украшения были потом на улице там на на бложке вот это какой-то странный предмет обехода какой-то такой знаете я даже боялась его потрогать потому что я даже не знала что это и для чего это видимо там капусту солить или что-то такое не знаю ну вот много 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 всего какие-то фигурки скульптурки я не думаю что это все антиквариат вернее я даже думаю что это все не антиквариат попадаются какие-то старые вещи конечно здесь но прямо уж антиквариатом назвать это я бы уж не стала так прямо заявлять громко про это инструменты какие-то какие-то стеклянные шарики машинки в общем ну были вещи действительно такие ну старые можно сказать вот на втором этаже там такой набор телефонов ну вот такой антиквариат телефон мы все помним с этим диском имелся в каждом доме в наше время а вот эти с кнопочками это уже вообще можно сказать модерн современные телефоны но ведь их продают как антиквариат вот эти я помню 80-х годах сели на стенке не у нас не в советском союзе а вот в америке на западе в европе такие пластиковые цветные телефончики вешались на стену или ставились куда-то на полочку были очень распространены я просто видела в фильмах я тогда не жила ни в канаде ни в америке не бывало даже поэтому чисто мое впечатление из фильмов ну вот видите много-много всего я снимала просто ради интереса честно говоря я снимала и все это озвучивала во время во время съемки но там вот эта вот штука круглая которая вертится это вентилятор кондиционер она так шумела что потом я поняла что я просто не могу вылить такое видео на youtube там грохот и шум похуже чем в моем видео зенекло и как мне написали девочки что как будто бы на стройке я все это делала пример вот антикварная плита можно сказать но это я смеюсь конечно такая винтажная игрушка пластиковая годов сосьмидесятых но в общем-то да это винтаж ну вот такой вот все вот какие-то весы старые разные там посуда в шкафчике ну все пойдемте на улицу там будут украшения нашла нашла это у них на улице еще есть целый вот такой вот как базар тут вот тоже кое-что есть например украшение но они конечно не дешевые вот брошечка такая наверно старенькая но 22 доллара за коробку то есть три штук и штук но они по-моему не не винтажные судьба вот это неплохая тоже не знаю зебра 22 доллара слушайте надо мне свое привезти и статут вот у меня лучше есть по-моему 5 баксов вот это красивая интересная штука но вот нету она должна была быть подписана но не подписана и здесь камушек потеряно вот это красиво ну очень дорого 18 долларов все так аккуратненько в коробочке каждая лежит вот это подписано но я не вижу а то у меня очки надо вот у него 21 доллар стихи стихи ну друговато какая-то клипсы из другого А, это отсюда, а это серёжки, щас я очки одену, о, вот эти красивые. Так, надела очки, щас я с глазами. 12 долларов, красиво, но по-моему на ней нету никаких. Вон там целый набор, 48 долларов стоит. Я думаю, что они прицепили его к этой, невозможно посмотреть, если маркировка какая-то. Ну, красиво, конечно, но я в секунде могу такие вещи найти за, ну, вот за 5. Если вы купите 2, то остальные на половине. Окей, спасибо. Вот здесь есть маркировка, но я не вижу, щас посмотрю. Я сказала, что если я покупаю 2, то остальные я могу купить за полу цену. Нет, ну это очень дорого, я не знаю, у меня что-то. О, розочка красивая. Хорошо, сегодня погода, прохладненько так, нету солнца. Короче, мне не нравится. Цены, вернее, если бы это было что-то действительно ценное, я бы тогда могла заплатить 13 баксов. Ну так, 15, ну так это, в принципе. Идем еще смотреть. Так, что здесь? Смотри, фигня какая-то, и цен нету. Все-бокс-фага. Сейчас. Сейчас. Что-то? Что-то мне делать. Скоро-чипта. Не случилось? Да, ты знаешь, я понимаю, что там это. Если вы углали. Красивый браслет, но я не ношу браслеты. Тоже интересно. Как это обрезный очень. А так тут всякие сетки. Флам и остатки всякие. Флам и остатки. Винтаж. Мясорубка, помнишь? Это сделано в Англии. Это тоже английское. США. Это USA. Фудчоппер. Это фудчоппер. Ага, тут всякие баночки, скляночки. Старые духи, да? Какие красивые. Кажется, тоже начинается. Мне кажется, ой, ух ты мой, как красиво. Такой я видела в нашем секунде. Точно такой я не купила, потому что он такой фуфло. Расческа. Расческа старая. Здесь, знаете, вот это же явно какие-то винтажные вещи. Расческа. Вот здесь вот какая-то, какие-то старые фигурки. Запонки. Какие-то старые коробочки. Часы красивые. Да, симпатичные. Вот эти вот баночки вообще прекрасные. Такие хорошие. Ну что с ними делать? Куда их? Дом захламлять? Говнелину покупать, как Оля говорит. Самый настоящий говнелин. Говнелину покупать. Говнелину покупать. Э Вторая Самовар, но он не русский. А может и русский, не знаю. О, я вот если там то? Похоже на русский. чем написал боже мой столько хлама старого вообще что только люди не продают что это такое ванна какая-то старая раковина вот варю купить вымыть такую и подарить кому-нибудь да да деревянные игрушки тяжелое детство вот точно кровать старая коляска настоящая старая это не фейк это настоящая старье кто-то же сохранила она вся заржавела боже мой а такая очень крипи это все вот такое у нас получилось посещение нашего блошиного рынка ничем и не купили в общем то ну как то так все не не то и не это цены такие какие-то безумные и поехали мы дальше кататься я вам наверное покажу в каком-то из следующих видео мы поехали в соседний город соседний час езды от нас на ядрон the lake очень симпатичный городок мы там гуляли наткнулись на очень интересный магазин шляп примеряли шляпы я и мой муж в общем то покажу вам из моем следующем влоге а на сегодня все люблю целую всем привет из канады пока пока бай